Привычный уклад жизни в селе Фелисово, что в Родниковском районе, нарушило разбойное нападение на местную церковь. Рано утром налетчики забрались в здание, избили двух священнослужителей, сняли и похитили 26 икон. В воскресное утро 9 сентября настоятель храма иеромонах Иаков пришел в церковь около 6 утра вместе с помощником-алтарником подготовиться к богослужению. Трое неизвестных в масках вошли через главный вход, жестоко избили их и связали. После украли иконы и скрылись, оставив лишь ризы. Любое такое ограбление, оно совершается целенаправленно. Значит, должны быть заказчики этих икон, потому что просто вот прийти в ломбард и сдать эти иконы не сдашь. Значит, были люди, которые заказали эти иконы для своей какой-то, может, собственной коллекции, либо еще для каких-то целей, может, для перепродажи куда-то. Почти все похищенные иконы – это новоделы. Никакой исторической ценности они не представляют. Впрочем, преступники прихватили с собой и местную святыню – икону Смоленской Божьей Матери. Прихожане часто молились ей, просили у нее заступничества. Эта икона была написана к завершению строительства храма в 1807 году. Много икон, которые были украдены – это новонаписанные иконы. И для грабителей они не представляют какой-либо ценности. Их не продашь, они никому не нужны. То есть эти иконы будут просто выброшены. Однако в каждую из этих икон вложен и труд, и любовь прихожан. Это далеко не первая атака на церковь в Фелисове. Время от времени сюда наведываются воришки. Крадут одну-две иконы и скрываются. Этот случай вопиющий не только по размаху, но и по жестокости. Растоятель храма получил сильный ушиб головы. Сейчас проходит лечение в одной из Ивановских больниц. Очень хороший батюшка Яков. Добрый, отзывчивый. Служит. Он как бы всем нужен. Он служит не только умеет сурдопереводом. У нас ходит и глухонемые, он и сурдопереводом, службу переводит им. Все его уважают, а он всем помогает. Добрый, отзывчивый. И такой всегда во всем поможет, подскажет. Сейчас разбойным нападением занимаются сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к преступлению, а также ведут поиски похищенного имущества. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново, Родниковский район.